МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Время спорта» на телеканале Самара ГИС. Меня зовут Максим Магомедов. Сегодня я расскажу вам про игру с мячом, размер которого всего 40 мм. Упоминание о настольном теннисе, известном как пинг-понг, впервые встречается, начиная с конца 19 века. Это название получилось из двух звуков, которые издает мяч, когда ударяется об ракетку и отскакивает от стола. Игра появилась благодаря дождливой английской погоде, из-за которой матчи большого тенниса приходилось переносить в помещение. Сначала они проходили на полу, а позже переместились на стол. С 1926 года была образована Международная федерация настольного тенниса, а в 1988 году настольный теннис стал олимпийским видом спорта. Как держать ракетку и куда смотреть, когда бьешь по мячу, мне поможет узнать мастер спорта по настольному теннису Валерия Щербатых. Лер, привет. Привет. Как дела? Все отлично. Расскажи, пожалуйста, вообще, вот как ты начала заниматься теннисом, и почему именно вот такой выбор спорта? Я была в детстве очень активным ребенком, поэтому родители решили меня дать в секцию по настольному теннису, так как она была рядышком. Поэтому у меня особо не было выбора, просто нужно было куда-то выпустить свою энергию. Расскажи, пожалуйста, вот что для тебя вообще значит теннис, и что он тебе дал для жизни? Ну, это вся моя жизнь, в том числе и работа этим я зарабатываю, поэтому я просто полностью им живу, и без него уже не знаю просто, как дальше продолжать. А сколько лет уже занимаешься? Как много отдала времени эта дисциплина? Я занимаюсь настольным теннисом уже 16 лет. И вот за такой промежуток какие заслуги, титулы, может быть, я не знаю, разряды, победы? Я серебряный призер чемпионата России 2022 года, образованный призер всемирной универсиады, и серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи. Я мастер спорта. Выполнила, да, в 15 лет. Ну, присвоили, соответственно, там лет в 16. А вот что самое сложное при игре в теннис? Куда нужно, зачем следить? Вообще это очень сложная игра, потому что там собрано все. То есть вам нужна и реакция, и ловкость, скорость. Также нужно продумать какие-то свои ходы тактические. То есть это как бы собрание таких многих видов спорта. Например, я не знаю, там, фехтование в плане скорости, шахматы в плане, ну, в умственном плане. Поэтому очень много всего нужно собрать вместе. Расскажи, пожалуйста, вообще, как нужно играть в теннис? Какие правила? Что важно? Теннис – это достаточно сложная игра. Там очень много элементов. Я могу попозже показать парочку, и как вообще держать ракетку. Потому что это основа, с чего именно нужно начать. По правилам игры самое главное – это перекинуть мяч на ту сторону так, чтобы соперник его просто не отбил. Получается, у нас… Мы играем обычно из пяти партий. В каждой партии тебе нужно набрать 11 очков, чтобы выиграть ее. А сколько вообще вот партия длится, и сколько вообще партий существует в теннисе? Это уже по-разному. В основном 2-3 минуты. Как-то так. То есть это такая достаточно быстро, динамичная игра, да? Да. Очень быстро. Вообще, честно говоря, я ракетку держал последний раз в руках лет 10 назад. Расскажи, пожалуйста, как правильно вот это делать, и, может быть, попробуем отработать подачу? Указательный палец должен быть вот на таком уровне. Прям плотненько нужно держать. Так? Да. И первый палец вот так вот. Да. Вот. Это самая основная задача, как держать ракетку. Любой вид спорта требует разминки. Настольный теннис – не исключение. Поэтому перед тренировкой важно хорошо разогреть мышцы, чтобы не получить травму. Наша разминка заключается в том, что сначала это идет беговая разминка. То есть мы разогреваемся именно. Это какие-то могут быть специальные упражнения, там, передвижения или прыжки, либо просто бег обычный. Далее у нас идет суставная разминка. То есть мы разминаем, начинаем сверху и заканчиваем низом. То есть сначала это разминка головы, далее это идет разминка рук, именно плечевого сустава. Далее мы переходим к туловищу, к своему тазу. То есть разминаем спину и все остальное. В принципе, на этом разминка заканчивается. И далее мы уже переходим к заданиям. Во время игры в настольный теннис тренируется координация и внимание. Этот вид спорта развивает реакцию и положительно влияет на центральную нервную систему. Для хорошей игры необходимо правильно стоять за столом. Я решил узнать, какие виды подач существуют и как ввести мяч в игру, чтобы перехитрить соперника. В основном есть два вида подачек. То есть левая и правая. Вот, например, левую подачу выполняется вот так. То есть нужно рассчитать все. И замах руки, и ту точку, куда ты будешь подавать. Это много факторов. Вот, отлично. Отлично. Следующая подача, она будет чуть посложнее. Это получается как правая подача. Ее нужно выполнять в такой небольшой стойке. Подбрасываешь мяч и также проводишь вперед ракетку. Она чуть посложнее будет. Чуть-чуть ноги согнуть, да, да. Подбросить мяч и провести также ракетку вперед. Только опять задача сначала попасть на свою половину, а затем на половину соперника. Вот, да, отлично. Есть еще разные варианты вращения подачи. Это еще сложнее. То есть я сейчас показала, это просто обычная такая средняя подача. Так как подача – это основной вход в игру, и на ней заключается очень много задач. То есть ты можешь выиграть сразу с первого мяча, можно так сказать. Так что подача – это тоже очень серьезное средство для выигрыша. И очень много вариаций и вращений, и длины, соответственно. Поэтому я вот показала основные виды, которые распространены. Загаду ей самую интересную, которую никто не может сделать. Самую интересную? Наверное, она, во-первых, очень интересна в своем исполнении. Сейчас покажу. Вот, она выполняется как-то так. Тут есть возможность именно подкрутить ее в разных направлениях. Поэтому это будет неожиданностью для соперника. Просто она может полететь и в одну сторону, и в другую. И это может принести меня сразу в игрушечках. В настольном теннисе важно не только хорошо выполнить подачу, но и как можно дольше удерживать мяч в игре. Чтобы достичь этого навыка, необходимо отработать удары как с левой, так и с правой стороны. Есть два вида приема подачи. То есть это удар справа и удар слева. Сейчас я покажу удар справа. Он выполняется достаточно просто. То есть мяч стукается, и ты проводишь его вперед. Вот. Раз, два. Давай, попробуй. Отлично. 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 У тебя вообще хорошо получается. Главное подобрать такой угол наклона ракетки, чтобы он именно летел вперед, а не вверх или вниз. Вот. Это самое важное. И главное правильно держать при этом ракетку. Это у тебя на самом деле хорошо получается. Не каждый человек вот так вот сможет сразу попадать на стол. Отлично. Вот сейчас чуть приоткрыта была, поэтому он улетел вверх. Чуть-чуть закрыть нужно. Отлично. 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 Еще главное, нужно стоять в правильной стойке. Вот она у тебя немножко неправильная. По отношению к столу должен стоять вот, прямо, можно так сказать. Да, когда выполняешь удар справа, должен стоять вот в этой половине стола. Ничего, ничего, нормально. Я показала удар справа, есть еще удар слева. Он выполняется тоже достаточно просто. В стойке мы переносимся в левый угол, также на расстоянии вытянутой руки. И мячик стукается, и мы проводим его вперед. Вот, у тебя хорошо получается. А вот если я попал в сетку, это получается минус очко мне, или просто очко-плюса сопернике? Вообще есть два варианта развития событий. То есть, если ты подаешь подачу, мячик касается сетки, и попадает на сторону соперника, то это называется переподача. То есть, это очко не идет ни в зачет, ни тебе, и, соответственно, ни к твоему сопернику. У тебя просто есть шанс выполнить свою подачу еще раз. Если же при подаче мяч попадает сразу в сетку, то это уже проигрыш очка сразу. Также при выполнении ударов, если ты задеваешь сетку, и он переваливается в сторону соперника, то у тебя это сразу же получается выигрыш очка. Ну, потому что у соперника не будет такой возможности нанести сильный удар, и, скорее всего, он просто не успеет к этому мячу. Это у нас называется сопля. Настольный теннис доступен для людей любого возраста. А чтобы начать осваивать эту дисциплину, требуется только наличие ракетки и желания. Набор в спортивные школы для детей открыт с шести лет. Куда пойти заниматься и как достичь профессиональных высот, расскажет заслуженный тренер России, вице-президент Федерации настольного тенниса Самарской области Виктор Павленко. Ну, я хочу сказать, что настольный теннис – это очень гармоничный вид спорта, и он развивает практически все качества, необходимые человеку. Но самое главное – это быстроту мышления, быстроту восприятия ситуации, принятие каких-то быстрых интеллектуальных решений. Вот такой очень доступный вид спорта. В нашей Самарской области существуют две спортивные школы, которые… профильные школы, которые как раз развивают этот вид спорта. Одна из них – школа Олимпийского резерва номер 12, а другая – ГУДО, значит, это, который относится к Министерству спорта. После тренировки с Валерией у меня проснулись рефлексы, и мне даже удавалось неплохо поддерживать игру. Но чтобы выиграть мастера спорта в теннис, одного занятия явно недостаточно. Поэтому я решил, что мы сможем посоревноваться в точности подач. В качестве мишени будут оранжевые метки, а победит тот, у кого из пяти ударов будет большее количество попаданий. Есть! Почти попал. Ну, я тоже не попадаю. Что, спасибо, что приняла мой челлендж. Мне так и не удалось никуда попасть. Видимо, получаса тренировки недостаточно для того, чтобы метко попадать в цель. Но спасибо за урок. Мне было очень приятно с тобой познакомиться. Спортивных успехов и всего тебе доброго. О главных спортивных событиях региона расскажем в нашем традиционном дайджесте. Новым главным тренером баскетбольной команды «Самара» стал Сергей Базаревич. Соглашение с ним рассчитано на два сезона. За 20 лет тренерской карьеры он проработал с сильнейшими российскими клубами и имеет зарубежный опыт. Побеждал в Евро-челлендже и дважды в Кубке России. Пять лет возглавлял национальную сборную, с которой доходил до полуфинала Евробаскета 2017 года и пробивался в финальный этап Кубка мира 2019. В Москве прошел лично командный турнир по фехтованию на саблях среди женщин. Единственной представительницей Самарской области на этих соревнованиях была Мария Зинюхина из Тольятти. В личном зачете она заняла восьмое место из сорока участниц. Однако в командных соревнованиях тренерский штаб сборной включил Зинюхину в состав смешанной команды «Россия». Вместе с ней фехтовали представительницы еще трех разных регионов страны из Алтайского края, Московской и Нижегородской областей. На пути к финалу команда «Россия» победила «Москву-3» со счетом 45-41, а в финале обыграла «Москву-1» 45-40 и стала победителем соревнований. В Ижевске завершилась всероссийская многодневная гонка по велоспорту на шоссе. Она проходила в 71-й раз. В ней участвовали 56 взрослых велогонщиков и 46 юниоров из 13 регионов страны. В составе сборной Самарской области выступили 17 спортсменов. В общем зачете по итогам гонки 23-летний самарский гонщик Никита Шульченко занял второе место. Он отстал от победителя Петра Рекунова всего на 0,5 секунды. На этом наш выпуск завершен. Любите спорт, занимайтесь спортом и всего вам доброго!